Сформировать среди мусульман Казахстана культуру поминальных церемоний и скромные отношения к поминкам намерены в Духовном управлении мусульман страны. Об этом сегодня сообщил главный муфти во время 4-го Республиканского форума имамов. Принятые документы помогут систематизировать религиозные обряды и церемонии. Диана Сапорбекова продолжит тему. Ежегодно Республиканский форум имамов в этом году проходит в новом формате. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Сегодня в здании Духовного управления мусульман Казахстана собрались только главные имамы регионов, и около тысячи представителей духовенства вышли на связь дистанционно. Форум открыло видеообращение президента страны. Духовное управление с первых лет независимости помогает сохранить стабильность и мир в обществе, а также способствует развитию традиционного ислама в нашей стране. В период пандемии этого года Духовное управление стало организатором многих благотворительных мероприятий. Очень важно призывать общественность к миру и взаимному уважению. Обращение первого президента к участникам форума зачитал государственный секретарь Крымбек Кушурбаев. Люди сейчас борются с мировой эпидемией коронавируса, между крупными державами начинаются конфронтации, переживают тяжелую экономическую ситуацию, политический кризис. В такие моменты на долю священнослужителей выпадает большая ответственность. Укрепляя и совершенствуя свои религиозные знания, вам необходимо правильно разъяснять народу направление священной религии ислама. Сегодня Муфтият Казахстана принял три новых документа. Они позволят сформировать в стране культуру проведения поминок и побудить людей не расточительствовать. Появится теперь у священнослужителей новое понятие «интеллектуальный имам». «Интеллектуальный имам призывает имамов мечети быть высокообразованными, активными в обществе и социальных сетях, владеть красноречием и навыками публичных выступлений». Уже вскоре в стране начнут отбор специалистов, достойных высокого статуса интеллектуального имама в духовенстве. Отмечу, форум приурочен к 30-летию Духовного управления мусульман Казахстана. Лидеры заверили, они намерены продолжать проведение просветительской работы и вносить вклад в религиозную грамотность граждан. Диана Сапорбекова, Арман Акшакбаев. Итоги дня.